Год голода кино закончился! Март стал вторым днём рождения кинематографа, который наконец вываливает блокбастеры один за одним. Мы, конечно, неплохо перебивались с Дьяволом навсегда и другими проектами, но согласитесь, Годзилла против Конга, Лига справедливости и Мортал Комбат с Форсажем на подходе — это совсем другой разговор. И мы счастливы, что можем обсудить с вами вторую крупную премьеру года прямо сейчас. О Лиге справедливости мы говорили на канале Geek Movies, а здесь разберём Годзиллу против Конга, само собой, без спойлеров. Ну, разве что с крошечными и понятными изначально, ведь никто не думал, что два гиганта действительно весь фильм будут сражаться друг с другом, не правда ли? А начнём с общей оценки фильма. Если по каким-то причинам вы переживали, что Годзилла против Конга выйдет ужасным, можете не волноваться. Похода в кино он точно заслуживает, и никакого безумного провала не случилось. Если вы, конечно, не ожидали от фильма, где Годзилла дерётся с Конгом, сюжетов уровня Кристофера Нолана и драматургии, Хичкока. Разумеется, на такие вершины фильм не забирается. И ни в одном глазу не планировал. Проект предполагался как отличное развлечение на пару часов, и ровно таким и вышел. Мы не побоимся сказать больше, Годзилла против Конга определённо может претендовать на звание лучшего фильма Монстр-Верса. Как минимум из-за эпичности происходящего, а как максимум из-за одной из лучших боевых сцен в истории франшизы и кинематографа в целом. Годзилла очень сильный противник, но и Конг стал куда более суровым и опытным. Кстати, а знали ли вы, что битвы Титанов происходили не только в кино и мультфильмах? В комиксах приключения Годзиллы тоже не менее эпичны и разрушительны. Например, в арке под названием «Годзилла. Полувековая война» рассказывается история простого японского военного по имени Ото Мураками, который в середине 20 века стал свидетелем того, как гигантский ящер разрушил его родной Токио. Ото решает отомстить монстру и устраивает настоящую охоту на него. Причём помимо Годжиры в комиксе также присутствует Гидора, Родан Мотро и даже Меха Годзилла. История разворачивается на протяжении 50 лет и обязательно затянет каждого читателя. А любителям неординарных арок наверняка понравится комикс «Годзилла в аду». На этот раз знаменитому Кайдзю придётся столкнуться со своими самыми смертоносными противниками в демоническом обличии. Звучит интригующе, не так ли? Ну а если от темы динозавров у вас тепло ёкает сердечко, то вы просто обязаны прочитать комикс под названием «Динозавры атакуют». 136 страниц с рейтингом 18+, на которых разворачивается настоящий апокалипсис. Местный учёный, вместо того, чтобы построить работающую машину времени, впустил полчища опасных доисторических монстров в наш мир. Приобрести все три оригинальных комикса вы можете уже прямо сейчас в магазине «28» и «Лабиринт», кликнув по нашей ссылке в описании. И поверьте, благодаря этим историям будущий фильм станет ещё интересней. Впрочем, для начала лучше пройдёмся по главным вопросам, ответы на которые мы ждали от фильма. Даёт ли «Годзилла против Конга» чёткий ответ на вопрос, кто из двоих сильнее? Думаем, что не будет спойлером сказать «да». Фильм не прибегает к традиционным уловкам, отговоркам и вмешательству сторонних сил. Создатели запилили одну из безумнейших сцен драк, которую мы мельком видели в трейлере. По ощущениям, она длится вечность и окупает каждый затраченный на неё доллар. Собственно, только из-за этих минут «Годзиллу против Конга» уже можно назвать успешным фильмом, и на этом закончить обзор. Факт проигрыша одного из монстров может расстроить добрую половину фанатов, но фильм умудряется выбраться из-за подни и здесь. Скажем так, один из героев выигрывает драку, но второй выигрывает весь фильм, так что в обиде никто не останется. Правда, есть и другие вопросы, на которых хотелось бы заострить внимание. Объясняет ли фильм, каким вообще образом Конг вымахал до таких размеров? Да, объясняет, но не то чтобы прямым текстом, и не все это поймут. Вообще, ещё до выхода проекта создатели упоминали, что с момента фильма о Конге прошло 40 лет, и за это время он подрос и закалился в боях. А «Годзилла против Конга» добавляет ещё и мини-дополнение, которое вроде бы расставляет всё на свои места. Объяснение немного натянутое, наивное и разбивающееся об анализ событий «Монстроверса». Но тем не менее, если закрыть на него глаза, формальный повод увеличенного в 10 раз Конга имеется. Ну а что самое приятное, несмотря на всю фантастичность и безумие, его с «Годзиллой» драка выглядит реалистичной. Даже более реалистичной, чем битвы на ломиках из «Форсажа», за что сценаристу и режиссёрам определённо стоит сказать спасибо. Ведь в остальном реалистичность не назовёшь козырем «Годзиллы против Конга». Прошлые фильмы вселенной ещё пытались выглядеть научно и создавать ощущение, что действия разворачиваются в наше время, но эта часть ускакала далеко вперёд. По атмосфере фильм похож на кинокомиксы «Марвел» и ещё больше на какой-нибудь тихоокеанский рубеж, что, учитывая тысячу лет назад пересказанное появление «Механа Годзиллы», логично. Не спешите закидывать нас дизлайками, его давно официально анонсировали, а режиссёр вообще спокойно выкладывает в Инстаграме фотографии игрушек. Спойлером «Механа Годзилла» мог быть разве что для тех, кто фильм особо не ждал и за ним не следил. В конце концов, быстрый взгляд показали даже в одном из трейлеров. И в таком случае обвинить нас как минимум глупо. Лучше порадуйтесь тому, что первое появление персонажа в обновлённой вселенной «Монстерверса» вышло по-настоящему эпичным. И не совсем обычным. Историю внешний вид и все детали здорово перелопатили, так что сюрпризы вас всё равно ждут. Вплетение механического парня в сюжет не назовёшь гениальным. Фильм следует выработанной тысячу лет назад схеме подобных проектов. Наиболее ярким примером является «Бэтмен против Супермена». Но, само собой, библейских отсылок и хитросплетений сюжетов «Годзилле против Конга» поменьше будет. Стоит отметить, что фильму это здорово помогает. Да, ребята в моноклях могут сказать, что мотивации монстров и людей притянуты за уши, а сюжетные арки не раскрыты. Но, чёрт подери, мы говорим о фильме, где огромный атомный титан сражается с не менее огромной обезьяной? Пожалуйста, не требуйте от этих фильмов ничего, кроме красивой картинки и эпичных моментов. Ибо всё это, как мы уже упоминали, «Годзилла против Конга» доставляет с лихвой. Поговорим о людях. Они традиционно выступают ахиллесовой пятой монстровёрса. Исключение Аарон Тейлор Джонсон и Элизабет Олсен в первом фильме новой саги. К сожалению, «Годзилла против Конга» не может повторить это достижение. Скорее, напротив, учитывая мощнейшие сцены титанов, вставки с людьми выглядят жалко. Создаётся ощущение, что они вообще тут просто потому, что студии требовалось как-то продвигать проект через Инстаграм и звёзд. Если вообще убрать все сцены с людьми, фильм от этого ничего не потеряет. Всего пару раз за весь хронометраж они делают что-то важное, да и то скорее выполняют инструментальную роль в происходящем. Здесь мы склонны согласиться с критиками, но с небольшим пояснением. Проблема не в том, что диалоги и сюжеты людей плохо сделаны. Проблема в том, что им выдали слишком много экранного времени. Но учитывая, как дорого стоит каждый кадр отрисовки титанов, студии сложно что-то предъявить. Будь Годзилла против Конга полностью сделан из взаимодействия двух здоровяков, бюджету такого проекта потребовался бы миллиард. Так что на беде с людьми не стоит так заострять внимание. Дилемму, которая стояла перед создателями, можно понять. Следующий забавный факт, про который не забывает фильм, это раскидывание удочек. Монстр Верс — это не только Годзилла против Конга, знаете ли. Это Гидора, Морта и куча других персонажей, часть из которых уже появлялась в прошлом. Честь и хвала создателям за то, что они не забыли о наследии и одновременно органично забросили несколько удочек на будущее. Забавно, учитывая, что официальных анонсов о следующих проектах вселенной практически нет, имеется разве что мутное аниме на Netflix и заявление о возможном кроссовере с Тихоокеанским рубежом четырехлетней давности. Режиссер Годзиллы против Конга намекал, что у них есть идеи по развитию франшизы, но они стараются не забегать вперед, сосредотачивая внимание на каждом из текущих проектов. Это похвально, ибо фильм действительно заканчивается точкой, а не многоточием. Он, в отличие от большинства проектов той же Marvel, не так агрессивно кричит о будущих частях. Но все же кое-какие семена Годзилла против Конга сеет, что позволяет надеяться на развитие франшизы. После Короля монстров и в целом не особо удачных финансовых результатов многие заявляли, что грядущая премьера завершит арку из четырех фильмов, после чего последует перезагрузка вселенной. Это логично, учитывая, что три части, обладая общим бюджетом в полмиллиарда, кое-как собрали в прокате полтора. В особенности жалко выглядел король монстров, который не смог даже окупиться. Годзилла против Конга определенно будет успешней, и пусть в коронавирусные времена сборы также под вопросом, за успех на стриминге можно не переживать. А учитывая, что удочки на развитие вселенной в фильме имеются, можно сделать вывод, что студия не хочет заканчивать на четвертой части. И как минимум надежда увидеть что-то в текущей вселенной еще есть. Это важно, ведь контракт между Тохо и Леджендари заканчивается как раз с Годзиллой против Конга. И, судя по последним новостям, продлевать его не собирались. Теперь надежда живет. Ведь в Годзилле против Конга чувствуется работа над ошибками буквально во всех сферах. Не зря фильм переносили. CGI вылезан так, что даже останавливая просмотр на любой секунде, невозможно найти мыло или недоработанные детали. Музыка наконец-то стала играть не роль мусора на заднем плане, а катализатора событий. Важные сюжетные повороты теперь не чередуются с ненужными 10-минутными сценами, не несущими никакой нагрузки. Мы по-прежнему считаем, что и Король монстров был прекрасным и недооцененным фильмом. Но все же Годзилла против Конга гораздо лучше, и изменения в правильную сторону трудно не заметить. Ну а в завершении напомним, что блокбастеров такого масштаба и бюджета в кино не было уже давно. И если вы действительно соскучились по фильмам, поддержать смелое решение студии по выпуску Годзиллы против Конга в такие тяжелые времена определенно стоит. Фильм, разумеется, не будет претендовать на Оскары во всех номинациях. Но у ребят получилось порадовать как старичков-задротов франшизы, так и новых зрителей, которые не видели даже прошлых частей. Их просмотр перед Годзиллой против Конга, конечно, полезен. Но не сказать, что так уж и обязателен. В целом фильм полностью самостоятелен и скорее вызовет лишний вопрос, если вы смотрели Остров черепа или Короля монстров. Так что собирайте манатки и бегом в кинотеатр, а потом оставляйте в комментариях свое мнение о фильме. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok